Всем привет! Сегодня необычный выпуск. Сегодня на канале впервые за долгое время. У меня не видео о ремонте автомобиля, а какое-то другое видео. Сейчас объясню в чём дело. Пару дней назад у меня на канале на ютубе был маленький блогерский юбилей. Одна тысяча подписчиков. Это можно сказать из блогера Головастика вылупился блогер Малёк. Ну и конечно же я решил сделать себе маленький подарок. У каждого нормального блогера должен быть свой... крутой компьютерный стол, конечно же. Да что там у блогера? У каждого мужика нормального должен быть свой крутой компьютерный стол. Где же он будет играть в танчики? Или там стреляться в какие-нибудь стрелялки? Изначально я думал сделать стол под заказ, но нашёл готовое интересное решение. Икея Фридея. Стол с возможностью установки двух больших мониторов. Сейчас стоит один на 28 дюймов, но в принципе полезет и второй, я уже померил. Осталось дело за малым, найти денег. Кстати, это один из немногих компьютерных столов, в котором слово эргономика не просто слово. Оно действительно здесь применимо. Сейчас будет быстрый обзор стола, а потом дети покажут вам, как собрать этот стол из Икеи. Итак, идеально симметричный стол с двумя верхними боковыми полочками, которые регулируются по высоте. Полочки меня как раз и заинтересовали. На них идеально встали мои немаленькие динамики. Причём динамики стоят ровно там, где нужно, потому что моя голова строго между ними. Это именно то, как доктор прописал. Достаточно удобная верхняя полка над монитором, на которую можно поставить роутер, принтер или какую-нибудь другую мелочь, статуэтку. Под верхней полкой есть ништяковские вешалки. Я сначала подумал, что это просто дизайнерский изыск такой. Оказывается, очень удобная вещь. Повесить наушники, всякие провода и прочую мелочёвку, чтобы она не путалась под руками. Монитор тоже стоит на полочке. Это очень удобно, потому что под эту полочку можно положить какую-нибудь штуку типа сканера, которую неудобно держать на столе. Она занимает очень много места, а тут подсунул её, и она не мешается. Внутри в столешнице симметрично там два отверстия для прохода кабелей, в зависимости от того, где будет стоять системный блок. И два подстаканника. Что греха таить? Многие из нас перекусывают за компьютерным столом. Подстаканники лишними не будут. Жалко только, что стандартная кружка из-под кофе в подстаканник не лезет. Опять придётся пить пиво. Снизу стола две полки. И похоже, что создатели здесь уже выдохлись. Системник мой лезет туда с трудом, а принтер угрожающий висит. Кстати, я посмотрел у многих геймеров, системный блок стоит сбоку от стола. Наверное, тоже не помещается. К сожалению, у меня нижнее расположение блока питания в системном блоке, поэтому ставить его на пол категорически запрещается. Пришлось смазать системный блок вазелином и всё-таки засунуть его на место в столе. Несущие элементы стола сделаны из железа. Поэтому он достаточно крепкий. В общем, стол на твёрдую четвёрку. Жалко только, что в Европе такой стол стоит всего лишь 150 евро, а у нас за него загнули аж 15 тысяч рублей. Вот он. Первый пункт экструкции. Если ты балбес, позвони профессионалу, и он всё сделает за тебя. Но мы сделаем это сами. Ой. Может всё-таки позвонить? В комплекте есть пакетик с крепежом. Стойки с закрученными болтиками выглядят вот так. Некоторые болтики, они у нас плохо закручивались, мы смазали маслом. Для продолжения работы мне понадобится помощник. Угу. Нам надо их вот в эту дурочку вот так сделать. И дальше ставим заднюю стенку. Держи, держи. Твер. 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 За второй стенку делаем то же самое. Твер. 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 Попец инструкция Эту штуку надо было перевернуть Теперь конфирматом закручиваем полочки для системного блока Теперь аккуратно перевернуть надо и начать закручивать Две симметричные полочки собираются одинаково Собранные полочки вставляем в каркас стола А дальше закручиваем специальным крепежом Всего 8 штук Эту поперечину мы поставим так же как и предыдущую Не забудьте поставить шайбочки Мы поставим ее правильно Потому что мы не хотим портить краску Дальше нам надо поставить ножки чтобы поставить столик Дальше ставим пластмассовые втулочки Субтитры создавал D2 дальше ставим столяшницу на место мы должны закрутить вот такой вот шуруп Дальше мы должны закрутить полки сзади теперь ставим вот эти две фигуры вешаем силовые поперечины под монитором теперь ложим полку на место с верхней полкой поступаем похожим образом чтобы не мешали стаканчики мы их поставим вешаем заднюю поперечину аккуратно ставим верхнюю полочку она встала дальше мы прикручиваем вот сюда вот такие вот шурупчики не забываем прикрутить нижнюю полку защёлкиваем солнцеотражающие боковинки ставим держатели для полочек ставим полочки остаётся только прикрутить вешалки и стол готов вот ролик подошёл к концу вот так мы с братиком за один вечер сделали папе крутой стол ставьте пальцы вверх подписывайтесь всем удачи и всем пока 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 пока